Докажите мне, пожалуйста, что услышанный вами текст выгодит. Храм твой, Господи, в небесах, Но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, И на липах птицы поют. Точно благовесть твой весна По веселым идет в поля. А весной на крыльях сна Прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, Если праведно я волью, Дай мне, Господи, дай мне знак, Что я больно понял Перед тем, что сейчас грустна, Появись, как незримый свет, И на все, что спросит она, Ослепительный дай ответ. Ты царь, родни пение птиц, Благодать не ангельских том, Улыбка на матрошании милых республиц, И улыбка любимых птиц. В стихике Николая Ульяновой. И докажите, что перед нами лобовый ответ. И там в СВН три удаления. Так, там три удаления, И это говорит о том, что это тоника. Правда? Это тоника. Это еще. Эстоника. Там начинается поджиданный удар, Идарный уваж. Без ударный удар. Это значит анапиз, анапиз и анапиз? Нет, не анапиз. А анапиз, анапиз, анапиз. Что устареется? Нет. У меня будет анапиз, анапиз, анапиз. И три анапиза. Если, Господи, это так, Если правильно я пою, Дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял в один. Всегда раз повторяйте, да? Да. Анапис, анапис и я. Да, все время... Это не трудник, забейте. Мне все время мужское подчинение. Все время мужское подчинение. Зачем? Что я волю понял твою... Это же... Что я волю понял твою... О, это будет все равно, это схема. Извините, у меня получилось, это было бы просто. У меня получилось, анапис, анапис, анапис. Так, то есть у вас все раз, так или иначе получится вот эта схема. Временами на первом ударении будет сверхсхемная. Оно вас пугать опять-таки не должно. Ну почему? Что я волю понял твою... Там не так все резины ударили. В общем. Любовь. Там строчка только случайная, да? Что я волю понял твою. Все остановится. Перед той, что сейчас грустна, появись, как незримый свет. И на все, что спросит она, послепительный дай ответ. Да? Так, еще... Я забрала строчку, у меня получилось, она остановится. Где? Ведь отрадней пение птиц. Ведь отрадней пение птиц. Отрадней пение птиц. Отрадней пение птиц. А, это страденье. Ведь отрадней пение птиц. Благодатник ангелеских труб, наутрашанке милых ресниц и н planning on my love. Конечно, это мы тоже пытаемся построитьity в дог Beet. На основе… Можно т Знаете. Можно и дольника. Правда. Это называется «кансона вторая». «Кансона» — это что? «Кансона». «Канто». «Петь», конечно. «Кансона» — то есть песня. «Песня». «Кансона вторая». Посмотрите видео. Это очень хорошие стихи, я вас уверен. У него есть те «кансоны первые», «кансоны вторая», «третья». Он как будто бы поет. «Логаэт» — это тоже отсылка к прошлому, к песне. Скажите, «логаэт» сложнее? Слово «тоники» или «тоники» или проще? Проще и сложнее. Так, проще, сложнее? Не знаю. Свет, почему? Сложнее. Почему сложнее? Надо думать, чтобы в каждой строчке было одинаково. Так, потому что, конечно, нужно думать. Нужно думать везде, чтобы в каждой строчке было одинаковое количество слогов. Вадим Владимирович. Ну, мало слогов. Вадим Владимирович. Так, еще. Я думала, что он все-таки будет чуть лет, чуть 50, чем простая села ботоника. Так как, против села ботоника, могу еще села ботоника. Надо сказать, что «ям, ям, 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 ям», и там, «хорей, хорей», «хорей», 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 «хорей». Наверное, это не звучит. Так, еще. Я считаю, что луга этого не сложнее, потому что, как говорила уже Света, что луга этого надо все время выслабить, а слабые тоники, могут быть другие формы. Яма, хорей, да, все равно кисель, ахорей, правильно. Так, давайте так, лугаев. Не то чтобы сложнее, но правильно. Да? Да, мне кажется, что это надо тем, что надо усиливать одни в те же акки. Ну, пожалуйста. Или мужские, или женские, или третилические, пожалуйста. Любые. Любые.